Сегодня у нас планировалось рассмотрение доклада и обсуждение доклада Кирилла Валерьевича Веркова «Кандироза технических наук. Критерии деления исторического процесса на общественные экономические фронты». В связи с его отъездом мы произвели изменения и то, что у нас планировалось позже, а именно семинар. Семинар по очень интересной проблеме, которую мы никогда вообще-то не обсуждали на занятиях, хотя у нашего университета, я уже не знаю сколько он существует, больше десятка лет. Тема такая «Переходный период от коммунизма к капитализму». Ведущий, так сказать, вот вступительное слово будет товарищ Голко, Голко Виктор Иванович, кандидат экономических наук, ректор университета, рабочий корреспондент на фонда рабочей академии. Соответственно, как всегда, можно будет задать и вопросы, но все-таки у нас, я думаю, увлекаться вопросами не стоит особенно, потому что у нас сегодня семинарское занятие и просьба своей позиции по этому вопросу выступить. Это самое место и время, когда у нас некоторые товарищи рвались, так сказать, выступить. Пожалуйста, выступать. Другое дело, для того, чтобы все могли возможность выступить, надо, так сказать, придерживаться так в районе пяти минут. Если мы будем в районе пяти минут выступать, то это значит, если будет необходимо, по второму разу можно выступить. Давайте на эту тему поговорим и подпорим. Это очень серьезная проблема, и, может быть, мы и дальше будем эту тему обдумывать. Это вопрос о том, как из Советского Союза мы получили буржадную Россию. Правильно? Вот о чем, собственно, идет речь. Пожалуйста. Поскольку сегодня у нас семинар, который предполагает вступление, дискуссию, то мое выступление, оно не дельце, а как бы вступительное для семинарского занятия. Итак, еще раз. Проблема, которую сегодня надо обсудить, это переходный период от коммунизма к капитализму. Ну, во-первых, о чем идет речь? И коммунизм, и капитализм это две общественно-экономические формации. Ну, поскольку мы, скажем, марсисты, и рассматриваем эти проблемы с точки зрения Маркса, то, понятное дело, что мы должны рассмотреть этот вопрос прежде всего с точки зрения исторического материализма, где под коммунизм, капитализм понимается разной общественно-экономической информацией. То есть вот это одна из центральных, ключевых категорий и понятий. Общественно-экономическая информация это единство базиса и надстройки. Экономический базис это способ производства, как единство производителей в силу производственных отношений. В нем основывается, где взаимодействует политическая, идеологическая надстройка. Это первое. Второе, как и вновь, марксизм, и в душа марксизма это диалектика. И нам без ключевых основных понятий диалектики здесь не обойтись и никаких правильных выводов не сделать. Поскольку речь идет о переходном и выводном русском, именно с основным ключевым понятием будет такая категория диалектики, как становление. Восстановление, как единство возникновения и прихождения. Единство, как становление, как категория перехода, ничто в бытие и бытие в ничто. Единство двух моментов прихождения и возникновения. Точнее, возникновение и прихождение. Вот, с этого давайте начинать. У нас в литературе исследований переходного периода от капитализма к коммунизму книг очень много. Много полезного, интересного, правильного. И нам, скажем так, с точки зрения сравнения, я буду постоянно обращаться к тому процессу, когда шло становление коммунизма. Вот оно имеет своеобразие. Я напомню, что... Да, и я изменяюсь, и третий момент, что лицо политической настройки, лицо формации определяет господствующий класс, правящий класс. Ну, при феодализме это был класс феодалов, при капитализме это класс капиталистов, при коммунизме... Вот мы начинаем с того, что произошло 7 ноября, 25 октября по Старому строю, произошла социалистическая революция. К власти пришел класс революция. Революция класса. Власть господствующего класса это диктатура класса. Была установлена в нашей стране, в России, диктатура революция. И вот с этого момента, а в экономике еще, в базисе, еще были капиталистические отношения, еще господствовал капиталистов. Но уже начался переходный период от капитализма к коммунизму. Чем он характеризуется? Вот опять возвращаемся к этой базовой ключевой категории становлению. В становлении два противоположных движения, два момента. Возникновение и прихождение. Идет борьба двух противоположных тенденций. И за этими тенденциями стоят и политические силы, и экономические движения, направления и прочее, прочее. Поэтому идет борьба между родившимся, но еще слабым, коммунизмом и еще сохраняющим свои силы и влияния, исходящим со сцены, капитализмом. То есть вот этот переходный период идет борьба кто кого. Кто кого победит, это не значит, что однозначно, автоматически победит коммунизм. Но для этого все предпосылки в Советской России были. То есть политическая была в руках уже класса пролетариата. Затем была проведена национализация и был образован, создан коммунистический уклад в экономике. И в ходе борьбы между коммунистическим укладом и капиталистическим и мелкотоварным победу удержал в середине 30-х годов коммунистический уклад. И вот когда капиталистический и мелкотоварный уклад были вытеснены, то коммунизм у нас стал целым. То есть если раньше были кусочки образно говоря и коммунизма, и капитализма, между ними шла борьба кто-кого, то по итогам этой борьбы коммунизм стал целым. И вот с точки зрения диалектики, возвращаясь к диалектике, это состояние характеризует такая категория как наличное бытие. Вот кто внимательно считал и знакомый с наукологией и бигеля, то он помнит и хорошо знает, что категория наличное бытие найдет сразу подлинной категории становления. Наличное бытие это результат снятия становления. То есть налицо у нас бытие, а в нем там внутри снятом или спрятано небытие. то есть по итогам переходного периода от капитализма коммунизма мы имеем уже коммунизм. То есть начался коммунизм как целое. Коммунизм какой? Первой стадии естественно. Но в нем же тоже есть противоречия. Противоречия нескольного рода. То есть вот это небытие, которое есть на личном бытии. Можно так сказать, что идет есть имеется противоречие между коммунистической природой социализма и его отрицанием. Но это отрицание не как кусочки, не как какие-то частички. Вот есть такая категория отрицательный момент. Вот у классиков у Маркса у Ленина они очень внимательно относились, искали наиболее точно выражавшие такое состояние понятия, слова не нашли. Это отпечатки или следы старого в новом. Поэтому для старшего уже победившего коммунизма характерно противоречие между коммунистической природой социализма его первой фазой и вот этими остатками отпечатками старого общества. И вот это противоречие также оно двигает вперед общество, но они уже также противоположные тенденции. Нельзя сказать, что это одна, только вперед полному коммунизму. А противоположная тенденция есть, есть, она в наличии. Поэтому сказать так, что автоматически можно уже сесть, сложить руки и мы пройдем к победе коммунизма, конечно, нельзя. Наконец, возвращаясь политической власти, диктатура правительства как форма власти господствующего класса, она ведь не заканчивается переходным периодом, она нужна для того, чтобы полностью преодолеть социально-классовое различие. То есть она должна существовать до полной победы коммунизма. Что у нас произошло, ну, скажем, дальше. Мы возвращаемся к известной третьей программе партии съедут КПСС 61-го года. И теперь внимательно еще раз посмотрел, там один из ключевой абзац, где сказано, что в СССР произошла полная окончательная победа социализма, диктатура пролетариата выполнила свою историческую роль. Вместо приходит общенародное государство. Ну, давайте, скажем, попытаемся разобрать вот это дело. Но если о полной победе социализма еще в какой-то степени можно говорить, в том плане, что если переходный период были кусочки социализма как уклад, то на первой фазе социализма мы имеем уже целое коммунистическое социализмом, которым есть отрицательный момент, то говорить об окончательной победе социализма конечно это противоречит на мой взгляд диалектическому марксистскому пониманию. То есть окончательная победа значит все, пришли сложили руки. Но противоположная тенденция она есть независимо от того как мы считаем и она действует. ну и соответственно диктатура пролетариата ее цель цель диктатура пролетариата это привести к тому что полностью ликвидирует социальные классы различия. То есть она будет до полной победы коммунизма до высшей стандарии коммунистической формации. А здесь заявляют что она выполнена в своей природе пустоты не бывает. Либо диктатура пролетариата либо диктатура буржуазии. Если диктатуру пролетариата правящая партия отменяет а ведь как господствующий класс это пролетариат наиболее активная часть авангард этого класса то есть это партия чьи партия авангард класса принимает решение отменить диктатуру пролетариат. Значит что тогда на ее место придет? Пустоты же не бывает диктатура буржуазии. И начинается обратный процесс переходный период от коммунизма к капитализму. Причем он прошел по всей линии естественно и политической сфере в экономике в нравственной в идеологии но возьмем давайте сказать экономику то есть коммунистическую экономику характеризует непосредственно общественное производство но оно не такое чистенькое хорошенькое гладенькое на первой фазе коммунизма непосредственно общественного производства но это не присущ товарность как и отрицательный момент есть противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью В 1965 году что было сделано, один из крупнейших шагов к движению от коммунизма к капитализму? Проведена так называемая Касыгинская реформа. То есть на первый план были вызваны стоимостьные показатели, объемность начала, прибыль. То есть о чем это говорит? То есть сознательно вот этот отрицательный момент, противоречащий коммунистической природе социалистического производства, был выпечен, поставлен на первое место. Но если его поставили на первое, главное место. То есть вот эту негативную тенденцию, с которой по идее нужно было бороться, развивать непосредственно общественный характер производства, преодолевать этот отрицательный момент товарности, его поставили во главу угла. Значит все пошло куда-ли пошло. Пошло в направлении капитализма. Дальше что называется дело техники. Дело техники. Появились уже кусочки капитализма мелкотоварного производства, как уклады. Это, пожалуй, закон о так называемых кооперативных предприятиях. В 1985 году. Ну и наконец завершающий этап. Это когда была проведена приватизация в начале 90-х годов. Это уже юридически, фактически, было оформлено переходный период, и мы получили капитализм. Ну, наконец, кадры. Это крупные кадры, которые, так сказать, это делали. Ну, здесь почитал я. Известная есть одиозная личность, Александр Николаевич Яковлев, знаете, да, член политбюро, один из идеологов перестройки, то есть реставрации капитализма. Вот он написал небольшую вступительную статью к одной книге, вышедшей на Западе, к вам антикоммунизм. И он признается, что мы, так сказать, с друзьями-единомышленниками впервые задумывались, стали обсуждать, как вот нам свернуть коммунизм, перейти криптовизмом, ну, по-другому это, так сказать, терренный способ. Сразу после 20-го седа. Вот этот процесс начался. То есть он был не один, то есть у нас, так сказать, целые, такие кадры, которые этим занимались, конечно, через коммунистическую партию. Конечно, тот факт, что в 62-м году произошел расстрел рабочих, это вроде бы социалистическая, коммунистическая страна, да? И расстреливают рабочих. А рабочий класс, и вес основы, так сказать, основы нашей общества, он характеризует то, что где-то антикоммунистическая тенденция, которая пошла против капитализма, то есть не настава набирать, полностью обороты. Так, 20 минут, наверное, надо заканчивать, чтобы дать возможность выступить. Так, пожалуйста, что желаете выступить? Вопросы так. Ну, вопросы у Димарка давайте, давайте, не увлекаться. В 60-м году классы остались у нас в России? Классы? Ну, в 37-м год, это 36-й конституция. У нас в середине 30-х годов был построен коммунизм, в ее первой фазе. Коммунизм – это бесклассное общество. Классы – это наличие или нет? С наличием. Классы – это с наличием. Ну, как и в любом ферме, желательно. Рабочим классом не было. Классник – это с наличием. Можно вопрос? Ну, вопрос. Тогда у нас все подробно зайти, с наличием. Классы – это с наличием. Ну, все, вопросов нет. Бегерыч. У нас тема «Переходный период» от коммунизма к капитализму. Вот с этой точки зрения, хотелось бы услышать вашу точку зрения. Не находятся ли в таком же периоде сейчас Китай и несколько следующих за ним государств, которые еще пока считаются социалистическими, и с вашей точки зрения их перспективы? Значит, у нас осталось совсем немного. Давайте по порядку. Значит, по той информации, что у меня есть, сразу признаюсь, каюсь, она, конечно, не полная опция, но все-таки Китайская полная республика. Она находится, находилась в переходном периоде от капитализма к коммунизму. Вот, какой-то информация, говорящая о том, что там построен был коммунизм, этот переходный период закончился, я не имею. Другое дело, что те действия, которые они сейчас предпринимают, говорят о том, что похоже, они начали из этого неокончившегося переходного периода от капитализма к коммунизму могут даже идти обратно. В отношении Кубы там социализм, коммунизм был построен. И опять-таки, по той информации, которая есть в печати и по тем решениям, которые они принимают, да, во всяком случае, они повернулись и смотрят сейчас не в первую фазу полную, а в сторону капитализма. Вот так вот. Так, ну давайте перейдем к выступлению. Высер. Вот в ваших статей не выходите. Не, не, я не могу, когда я забываю, когда я... Как мы этого и просим вас выросли. Ваши, в ваших интересах решающих, вы пристали были губить или начатки движения капитализма. При Хрущеве, прибрежем так. Как теперь выяснять, вот у меня выпуски, а Виктор Акачев любит меня шел в библиотеке посидеть, я целую неделю там сидел, в Ленину, и при Ленину уже началось. Видите, рынок он был всегда, и всегда была работа на заказ, это я вам возражаю, и всегда рабочая сила была товаром, и он начал заражать, вы там сейчас говорите. Всегда рабочая сила была товаром, был рынок рабов. Очень долго было, тысячелетие был рынок рабов. Был рынок крепостных крестьян. А потом, когда рабочие приходили, добровольно продавались, начался капитализм. Вот когда рабочие сила становились товаром добровольно, вот тогда начинается капитализм. Когда рабочие приходят, говорят, возьми меня хозяин, я специалист, он говорит, мне надо еще тысяч человек уводить, ты мне набор, я машину поставил. Вот тогда уже начинается капитализм. Но всегда была работа на заказ, все давно рынок, одно без другого, ну никак не может. Смотря что делать, вы сами правильно пишите. Если подводную водку строить, работа на заказ. А эти там корзинки там, это шерпотреб, он всегда будет рынок. И тут вы никуда не денетесь. Так вот, на одном на чем-то зацикливаться, никуда не денетесь. Рынок будет всегда. У людей всегда будет обмен продуктом, то есть торговля. И значит капитал сюда будет ходить, и капитализм меньше. А вот классы насчет классов, я вам не только так и говорил, классы существуют изначально, всегда. Может быть, царем, но быть как Федор Иоаннович, знаете, трофичный кукл. Отец его, хоть и редкая гадина была в ангрозе, но личный старик. А вот тот старик уже был. Федор Первый тоже, личный, хоть и тоже тиран. Царевич Алексей, человек низшего порядка. Вот так. Вот классы будут всегда, и всегда будут какие-то люди, которые будут доминировать в обществе. И ничего тут не сделаете. А я сейчас в москлопедии читаю, вот у меня, советская. Какая там тетя Даша, тетя Глаша в соходе Заря добилась рекордных надвоев от каждой буренки. Я про нее написал, ну прямо историческую личность, Жанна Дарья. Да кто она такая? Любого можно сделать. Понимаете? Классы вы не уничтожите. Спасибо. Вот так. То есть, сходите. Значит, я обращаю ваше внимание, что мы должны строго придерживаться темы. Почему? Не потому, что нет других важных тем, а потому, что если мы возьмемся сразу за несколько тем, мы ничего не решим. А у нас тема какая? Переходный период антикоммунизма, капитализма. А в темы как его? Как? А я не в порядке вашей критики, а в порядке обращения ко всем дальнейшим выступающим, что вот эту вот тему нам нужно пообсуждать. то желаете сейчас выступить. Вот, товарищ Герасимов, потом Банков. Давайте, можно раз. Вы уступаете, пожалуйста, вам. Вы только проходите под камеру. Проходите, пожалуйста, тебя назовите и выступайте. Вот так примерно как товарищ выступал, я считаю, вполне приемлемый и комплекс. почему же все-таки вот наше более развитое и хорошее общество коммунистическое превратилось в это устаревшее каталлистическое общество. я считаю, я считаю, это как из-за того, что мы, наша власть не учла индивидуальную породу человека. Только мы говорим класс, а нужно говорить еще класс, миллионы Ивановых и конкретно Иванов. И что в человеке, в современном человеке, или там человеке, который был 50 лет назад, есть остатки животного заложено в это. Вот то, что сейчас говорили, что рынок там вечен, вот эти все звериные отношения, они вечные. И вот мы споткнулись именно на том, что мы недоучли вот эту индивидуалистическую шкурную компоненту, которая накопилась у людей. И в здоровом организме, и у здорового человека есть мехлопот. Пока их мало, а все нормально. Но вот копились мелкие недостатки, копились, копились, и в результате произошло массовое перерождение людей, которые сами себя и свое общество обругали и отвергли. То есть мы не учли, и сейчас не учитываем и в своих обсуждениях, когда мы говорим о высоких категориях, о которых, конечно, надо говорить, но нужно сочетаться с понятием общественно-экономической формации, класс, слой, завод и конкретные люди, вот чтобы у нас была вот эта вот цепочка обязательно выстроена, а у нас этого нет, ну ни в наших газетах, ни в выступлениях. То есть вот учесть индивидуальные особенности рабочего, ну и всех других, вот именно современного, сегодняшнего, раз. И кроме того, еще такой бросить камень вот выступающих, это тоже типовая ошибка, что допустим, с одной стороны говорят, мы вот, гигианцы, диалектики, должны обмозговывать ситуацию с разных сторон, выявлять главное, и в то же время по некоторым вопросам, допустим, расстреляли мы, я говорю, мы, моя советская власть, мой советский союз, мы расстреляли рабочих там, в 60-м расстреляли. Ну я так, я не понимаю, вот я категорически отвергаю вашу импозицию многих, что я тут ни при чем. Вот есть какое-то государство, есть какая-то власть, а я так, ни при чем, тут плохо смотрю. Нет, извините. Если это мое государство, то я и отвечаю. Это мое государство, зерло, мое, я не говорю, это зерло, я расстрелял. Но с этого нужно подходить не вот так, как вы, драматически, расстрелял, а может это правильно было сделано, может там собрались в Ельцине в будущее, может их и надо было расстрелять. И еще вот одна из тоже таких вот наших ошибок, что мы всегда говорим так, люди, ну люди вообще хорошие, ну бывает там иногда плохое, рабочие, это из сахара сделано. Вот вот каждый рабочий в любое время, суток, он из сахара сделан, и он не может ошибаться. Вот это тоже неверно. Нужно подходить так, как оно есть по правде. Сделал хорошо, получи конфету, нет, пулю в лоб. А кто будет решать? А кто? Бога нет, приходится самим как-то. А кто сами-то интеллигенты? И интеллигенты, и рабочие всех самим по правде. И все по правде. проводить сверху, внизу, сверху и снизу вверх вот эту вот лобку. Не просто класс и обсуждать классовые отношения каких-то таких общностей, абстракций, а спуститься от абстрактного к конкретному, потом подняться от конкретного власти к абстрактному и посмотреть, как он, что из себя представляет современный рабочий именно в этой пятилетке. Что он хочет? То есть учесть индивидуальные особенности момента. Иван, пожалуйста, кто еще наживает после победы? Дмитрий Аркадьевич приготовится. Во-первых, значит, те, кто считает, что рабочие все в сахаре, я рекомендую почитать ленинскую работу о характере наших газет. Там очень жестко сказано про рабочих в частности и Сорновских, и Путировских, и Абуковских очень там жестко написано о том, какое там хулиганство бывает, и всякие мерзости, и что об этом необходимо писать. Статья Ленина о характере наших газет. Вот. Ну, а что касается почему вот так получилось, как протекали феодальные революции, свергнувшие рабовладение, мы, в общем-то, не знаем. Но есть основания подогать, что те рабы восстававшие, варвары, которые снесли эту Римскую империю, они, в общем-то, были не сильно грамотные, но и задач от них больших не требовалось. Надо было сделать такое общество, где человека уже нельзя было как вещь передавать, где человек был не заведен до уровня животного, домашнего скота фактически, а более, так сказать, высокое, феодальное, где как бы вот эти крестьяне феодальные, они как бы подданные, помещик в них как бы царь, эти как бы подданные, и тут они там имели свой дом, свой надел, что-то на нем делали, ну и на помещиках работали. Это, так сказать, следующая ступень, небольшого ума здесь не надо было. Для проведения буржуазной революции уже требовались люди просвещенные, всякие там вольтеры и тому подобное, и не случайно от Наполеоновской Франции, в частности, расцвет был науки, академии наук и так далее. И тем не менее, как и мы знаем, и Францию, в частности, это не спасло от реставрации ни одной, и даже уже в начале 20 века монархическая Пруссия, монархическая Германия в главе с Кайзером вообще в этом была лучше организована общественная жизнь, чем в республиканской Франции. Это подтвердилось, в частности, победами Германии в начальной стадии, и если бы не помощь Англии и России, Франция была скорее еще побеждена. А для социалистической революции здесь уже требуется научное понимание процессов. Иначе, чисто на интуиции, чисто на каких-то интуитивных обывательских понятиях справедливости и несправедливости, уйдешь назад в капитализм. Уйдешь при этом неминуемо. Ну вот, чтобы не быть горосслованным, ключевой вопрос политэкономический о товарности и нетоварности производства при социализме. Ленин, Бухарин написал, что при социализме будут не товары, будут продукты. Ленину даже этого показалось мара. Он это место Бухарина поправит, что конкретнее продукт, идущий не через рынок. На общественное потребление. На общественное потребление. Да, не через рынок. Вот. Сталин, Иосиф Иосиф Иосифович, он напишет, что основным законом капитализма является закон прибавочной стоимости. У нас вот молодой коллега бросил это на страницу рабочей партии России ВКонтакте, и этот дед оттуда с гневом стерл. Значит, Сталин такой стоит довольный. И, значит, вот эта цитата. Значит, а вот Сталин к такому выводу пришел. А к чему это? Этот вывод его заставил позже в работе экономические проблемы социализма написать, что социалистическое это производство, оказывается, закон стоимости является регулятором социалистического производства. Но как же так? Ведь закон стоимости, он регулирует взаимоотношения обособных товаропроизводителей. Грубо говоря, товар рынок, это рынок капиталистической, это регулятор капиталистической экономики. Как он работает? Что если какой-то производитель будет цену устанавливать выше стоимости, то тогда он разорится, потому что будут покупать у других в силу конкуренции. Если он установит в силу ниже стоимости, он тоже разорится, потому что у него будет прибыль ниже, чем у его конкурентов, и, соответственно, он не сможет там вкладывать машину в оборудование и так далее. И на этом основе регулируется любая товарная экономика, будь то экономика капитализма, конкуренции свободной и будь то экономика монополитического капитализма современная. И вот Сталин этот протащил, а при социализме, ну как, разве тот обособленный товаропроизводитель у нас? Ну как тут может закон стоимости что-то регулировать? А товарищ Сталин написал в своей работе. И вот это он запустил вот эту змейку, и вот она пошла, 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 и вот я помню в 80-х годах в Кракадире, значит, такой благообразный закон стоимости, сидит за решеткой, карикатура, значит, и когда же выйдет на свободу закон стоимости? И вот он вышел на свободу и порушил российское производство. Вот это непонимали товарищи. Или вот, скажем, красы. Вот как-то вот Виктор Иванович, как-то вот он так здесь красы есть, нету? Есть красы в первой фазе, а иначе зачем-то, если нет красов, зачем-то а государство? Государство, диктатуру, пролетариат, для чего-то красов нет, а государство, диктатуру, пролетариат нету. Красов нет, а государство, диктатуру, пролетариат есть. Ведь если, получается, если нет красов, нету и пролетариата, и зачем-то государство, диктатуру, пролетариата. И здесь тоже вот это вот, что то ли общенародное государство, то ли вообще уже не нужно никакого государства. Это вот, это тоже, так сказать, такие вот розетки получаются, они... То есть, надо понимать, что есть красы, они... Есть пролетариат, есть интеллигенция, но это, можно сказать, по отношению к средствам производства, они, можно сказать, не отличаются, но вот можно сказать и так, что от интеллигенции нужны для ей средства производства вообще особое. Интеллигент у него средства производства мозг, а что ему еще нужен? Кульман? Ну, Кульман купи-то ради бога, рисую себя дома. Кульман компьютер нужен? Купи-то компьютер, рисую себя дома. Мне тут в порядке дискуссии отвечают, а вот синхрофазотрон ты тоже купишь дома? Я говорю, ну, так люди, которые, надо отвечать, рабочих и техников, которые обслуживают этот синхрофазотрон, и ученых, которые на нем решают задачи на этом синхрофазотроне какие-то, пишут на этом основании статьи, получают многие другие премии, а эти статьи – это их интеллектуальная собственность, между прочим, по нынешним временам. То есть интеллигенция – это, конечно же, мягкая буржуазия. Она имеет свой мозг, она, так сказать, подрывы этого мозга продает, и, так сказать, оформляет, неся там какие-то патенты, статьи, выступления, это все ее. Если там где-то в техническом плане используешь это дело, давай плати, это, так сказать, конечно, если песню, там, чужую спер, давай плати, это все, это скорее, можно сказать, что здесь достаточно четкие красовые различия, и для их уничтожения, конечно, необходима диктатура пролетариата, красовое государство, которое единственно способно привести к уничтожению этих различий, потому что рабочий класс, только он кровно заинтересован в уничтожении этих различий. А интеллигенты-то в этом не сильно заинтересованы. Но вот у нас в отрасли вот случаев, в 50-х годах, пытались посрать со Свердловского КБ одного на картошку, а там срочный оборонный заказ был, этот самый, и там жестко себя поставил начальник этого КБ, и сказал, что или, так сказать, посрать картошку, или этот заказ будет сорван, что-то, одну из двух, или заказ, или картошка. Так он вот еще в 80-х годах, да и сейчас еще он считается героем отрасли. Типа вот он, как он отстоял там, а с другой стороны, ты картошку-то любишь кушать? Ну так, а кто ее будет, собственно? Хорошо, когда было мало грамотных людей с высшим образованием, а если делать, стремиться надо ко всеобщему высшему образованию, и что? А кто картошку-то будет, а кто туалеты мыть будет? Это по очереди один, только здесь выход, иначе ничего не придумаешь. Вот, это вот, получаются такие движения со стороны интеллигенции, очень сильные движения, направленные на закрепление вот этого красного социального различия. И без диктатуры коллектива это здесь никак. Ну вот, а что касается вот переходного периода, вот странно очень, что он так затянулся. Это, конечно, заслуга все-таки, так сказать, людей первой ворны, которые пришли в революцию из низов, которые сделали революцию и тот же Сталин, несмотря на свои некоторые теоретические такие ошибки. На практике, конечно, сталинская экономика функционировала как экономика именно общественная, социалистическая, ни в коем случае не рыночная. И благодаря этому у нас были такие темпы, которые позволили не только страну восстановить в кратчайшие сроки, но и при этом нарастить вооружение кароссально, и поднять общий технологический уровень кароссально, и образование создать такое, которое официально было на третьем месте в мире. А реально, я думаю, все-таки оно было на первом, потому что американцы у нас тогда учились, как надо людей учить, и дальнейшие успехи и в космосе, и так далее, это показали. Но вот это касалось, ну, технических наук. А что касается экономических наук, то тут вот как решили те же, так сказать, Сталина и его соратники, что это как бы не совсем царское дело этим заниматься. Давайте мы вот накладим побольше всяких ученых специальных, экономистов, философов, научных коммунистов. И надо сказать, что вот в 60-е, 70-е, 80-е годы, вот скажем, в университете, я слышал, молодой человек, там, торговый, окончивший кафедру, он тут же в аспирантуру по экономике поступал, за три года защищался. И через три года, это был уже доцент, с окрадом 320 рублей, и, в общем-то, и все было в шоколаде, и таких было много-много-много-много по всей стране. А в технике там ведь было, в технических науках там было сложнее. Вот я, например, стал преподавателем, ассистентом, через 5 лет, и 5 лет в инженерах выхаживался на кафедре, это было в 93-м году, там все есть определенные события, ну, не знаю, так надо, люди повольнялись. Да кто-то на меня смотрели, что без мыра в дубую щель лезет, хотя там в силу того, что без кормницы началась, народ семейный побежал просто с должностей, там должности образовались. Вот, это вот, а вот эти привилегированные люди, они же очень мало чего дали. Да, были, так сказать, антитоварники, но эти антитоварники, вот, вышла газета «Народная правда» в 92-м году, в ней опубликована экономическая программа советского правительства. Товарищ Сергеев Алексей Алексеевич, грамотный, вроде, человек, порядочный, коммунист, все. Я, 20 лет спустя, я решил эту программу поместить на сайт, начал прочитать внимательно кое-чем. Вижу там, но я сейчас процитировать не могу, я бы не архит, скорее, в граве вот цитаты из Прудона, которые Марс приводит, что вот нет ничего грубее, чем забастовки с требованием повышения зарплаты. Ибо такое необоснованное повышение зарплаты, уничтожить меру всех вещей, и ля-ля-ля-ля-ля, там приведет к несчастливым бедствиям, в конце концов, даже если вы выбьете зарплату, все поражение рабочего класса ухудшится после этого. С этой цитаты из Прудона начинается пятая грава работы Маркса «Несчитай фирософии». А вот там прямо вот это приведено, то ли это на уходе, и я думаю, товарищ, это, так сказать, из святого незнания, потому что вот вроде как очевидно, и он на основании здравого смысла так говорит, но тут надо подумать, что Гегель, вспомнить, что Гегель говорит про здравый смысл, да, и как вообще говоря, а вот он на основании здравого смысла такое написал, а все говорят, написали чушь. И вот так было написал, надо заканчивать уже, очистка. И таким образом, то есть это... Сергей, я не могу ничего сказать. Сергей составлял эту программу, и там у него в программе, вот «Народная правда», это 92-й год, по-моему, и до начала 93-го, там у него один к одному этого, что мы не поддерживаем забастовки, там, с требованием повышения заработной платой, потому что это ничего не может дать, социализм, капитализм это не разрушит, там, приведет к инфляции и так далее. Один к одному, вот эта продонорская позиция изложена. Хотя про Сергеева, товарища, я никак не могу сказать, что это неграмотный человек. Но вот тут, что тут первичное, что вторичное? Видимо, утрата определенная краса вот этого содержания, она привела к тому, что, так сказать, интеллигенция тут пошла, вышла из-под контроля, из-под рабочего, и вот тут такие вещи начались псевдонаучные. Вот это вот, конечно, диктатура пролетариата должна быть диктатурой пролетариата, а не особых каких-то отдельных наметных людей. Продолжение следует... Мы речь ведем о переходном периоде от одной общественно-экономической формации к другой. В данном случае, про сегодняшний день, когда у нас наблюдается откат от коммунизма к капитализму. Я думаю, что было бы полезно в этом анализе нам обратиться, значит, к самому открытию Маркса и Энгельса, это закон о смене общественно-экономической формации в соответствии со степенью развития производства, производительных сил. Помните, что в том же манифесте, в предисловии, они указывают, что главное наше открытие, никакая там не классовая борьба, это и без нас знали, открыли, а главное наше открытие, чем мы гордимся. Это вот закон смены общественно-экономических формаций в зависимости от степени развития производительных сил. И дальше мы с вами все в школе проходили сейчас, успешно подкрепляем это дело примерами, что, значит, на самом примитивном уровне был первобытно-общинный коммунизм, затем маленько развивались, начали обрабатывать там землю и прочее. Появился рабовладельческий строй, значит, дальше феодальный строй, дальше капиталистический, и, значит, везде власть или систему власти строились по принципу какого-то вот социального дарвинизма, да? То есть сильнейший, кто добирался, он строил общество таким образом, чтобы, значит, подавлять слабого, эксплуатировать слабого, за его счет самому становиться сильнее, жить, так сказать, везде. Так это строилось, вот о чем нам, значит, Юрий Александрович проповедовал. И время от времени случались бунты, перевороты, и приходили по восстанию там Спартака, или кого-то, значит, случалось, даже они заканчивались победой восставших. Приходили они к власти и строили, по сути дела, то же самое. Сами становились господами и сами, значит, эксплуатировали теперь уже других, кто попал в невыгодное положение, в слабейшую сторону. И вот впервые в мире, значит, с предвидением, с теорией, которая уже была, так, была совершена социалистическая революция. В классе пришел рабочий класс, установив диктатуру политориата, и имея какую-то теорию, что надо устройство общества организовать таким образом, чтобы это было выгодно прежде всего трудящимся классам, ну а раз будет выгодно им, то, так сказать, и всему обществу в целом. Значит, все отличие от предыдущих всех экономических укладов, значит, заключается в том, что это впервые пробовали организовать общество на разумных началах, таких теоретических, то есть на достижениях человеческой мысли, а не на, по принципу, естественного отбора и подавления слабейшего. Понятно, что готового, готовой модели, готовым чертежоизмом этого общества, просто знаний, как мы будем двигаться в этом направлении, не было. Шли, так сказать, во многом, совершая ошибки, имея такой общий ориентир, который прорисовали каким-то образом, так сказать, Ленин, на него Марк с Энгельсом, потом, так сказать, Ленин, дальше, значит, продлили. Значит, совершали, наверное, ошибки, ну, можно разбирать, какие, какие принадлежают там Сталину, а какие Крущеву, какие еще кому-то. Более-менее мы, ну, наверное, наиболее крупные из них, не все, конечно, так, каким-то образом классифицировали, знали. Здесь я согласен с докладчиком и с тем, что мы с вами публиковали до этого, значит, что-то, но вот если простыми словами высказать, мы не смогли, значит, власть, советскую власть построить так, чтобы она действительно эти функции диктатуры пролетариата осуществляла, чтобы она осуществляла их именно силами рабочего класса в целом, а не передоверяла кому-то, чтобы класс это понимал, чтобы он в этом был заинтересован, чтобы ему было это выгодно, чтобы ему это было интересно, чтобы это вызывало энтузиазм, и чтобы не только на повышение благосостояния, но и на развитие класса и всех членов общества это дело было, значит, нацелено. И здесь я, значит, хочу не согласиться вот с Виктором Ивановичем, когда он вспоминает Яковлеву и говорит, после, так сказать, 22-го съезда мы долго и думали о том, как бы нам теперь это самое, как молчишь, плохишь, где бы тут взорвать, чтобы все это громохнуло там. Значит, по большому счету, вот не надо думать, что они были антикоммунистами, такими осознанными, у них там, значит, план был как сверху, хотя отдельные элементы, может быть, были, там влияние Запада, или еще в целом, но в общей массе действовали просто негативные тенденции, вот мелкобуржуазные, по пути наименьшего сопротивления, по пути того, как бы, так сказать, улучшить благосостояние и положение тех, кто и так уже наверху и вроде начал превращаться вот в элиту. Значит, где-то по мелочам, распределители, дети, понимаешь, которые родители воевали, революцию делали, эти пусть отдохнут, уж они-то, так сказать, мы для этого и страдали, чтобы они, значит, лучше жили. Поэтому и такая разница, что сплошь и рядом отец-герой там, действительно, а детишки типа как у Гайдара там, а внули, внучатка вообще куда-то в сторону двигаются. И вот в подтверждении этой мысли очень интересная читающая, как она, Газарцев, Цепко, большой подвес, да, пишет, когда мы задеяли перестройку, значит, он с Михаилом Сергеевичем и прочими ребятами, нам сначала казалось все понятно. Ну, надо предыдущую, значит, группу, которая осуществляла правление, ее, так сказать, раскритиковать за неправильность. А неправильность ее в том, что они отошли от ленинских норм и от марксизма настоящего. Дальше восстановить эти ленинские нормы и перейти к классическому нормальному марксизму, и все, так сказать, образуется само собой. Ну, говорит, мы с пылу и жару-то так начали, а потом оказалось, что мы и марксистами-то сами не были. Вот так он написал. То есть, вот этот вывод главный, что это первая попытка была построить общество на научных основах. Значит, они не просто, наверное, на естественном там отборе и потребностях. Поэтому, значит, в следующий раз, когда будем пробовать или чего-то, то понятно, что вот этот фактор, субъективный, что ли, фактор, он будет иметь гораздо большее значение. Разбирая вот наше сегодняшнее положение, мы, естественно, смотрим, а вот как там эти самые братья-китайцы, они повторят печальный повод? Или это может быть тот путь, как нам КПРФ и Зюгадов говорят, что вот как надо было, вот мы на них будем смотреть, и они нам покажут, смотрите, их темпы роста, смотрите, их цифровые показатели, смотрите, они живут все лучше, лучше и лучше. Это не просто, это миллиард триста миллионов, это ГОГО, это какая часть. Вот я думаю, что, к сожалению, там, значит, вектор или тенденция, что ли, в этом переходном периоде сейчас направлена как раз, значит, уже в прошлое. И не потому, что там, даже не потому, что они, там, на второе место в мире по количеству миллиардеров вышли, что у них все, доля этого сектора растет, растет и растет, а потому, что они, значит, в своей партии, в той партии, которая является вот ядром класса и которая должна вот эту научную линию диктатуру пролетариата, значит, вырабатывать и думать как. Они в этой партии пошли на реформы, когда допустили туда, значит, частные капиталистические элементы на правах равноправных участников. И, кстати, после вот этих изменений устава у них произошел скачок в росте численности партии за несколько лет, там, на 20 с лишним миллион, резко так и выстрелили. У нас есть очень хороший друг, умный товарищ, экономист, который читает лекции, ездил читать и, значит, в Китае, и на Кугу. Вот он простым таким примером и в разговоре на пубе, по крайней мере, говорил, что вы совершаете ошибку. Но если вы так считаете, что вам нужно развивать сейчас вот этот частный сектор, вот эту НЭПовскую направляющую, эту, так сказать, многоукладность и прочее, и прочее, ну тогда вы разрешите создавать им свою партию. Мелкая буржуазная, крупная буржуазная, там, правая группа Куба или что. А вы не хотите, вы говорите, что Компартия Кубы будет отражать интересы всех. И тех, и этих. И вот это как раз путь к тому, что, значит, постепенно партия потеряет эти элементы, значит, научные элементы, коммунистические, которые составляли ее ядро, и, скорее всего, будут, значит, у другой модификации, но по большому счету повторяет путь к КПСС. Когда партия переродилась и сама повела в капитализм под красным знаменем, и вела бы еще дольше, если бы где-то чего-то там не случилось с Чеботом. И здесь я думаю, что я вот не смотрел по памяти, но думаю, что Иван Михайлович не прав относительно Сергеева, потому что программа советского правительства, как я понимаю, относится к тому периоду, когда мы в форме борьбы использовали выдвижение Макашова и Сергеева в президенты, вице-президенты и премьеры. Сама программа разрабатывалась к этому моменту. А тогда еще переходный период, значит, или контрреволюции был далеко не завершен. И оружие забастовок использовалось прежде всего, так называемые демократами, для того, чтобы добивать то, что у нас было и госсектора, и создавать напряжение в обществе и недовольство. И тех же шахтеров, мы помним, поворачивали в Оркуте и в Кузбассе и в этих делах против, не только против, скажем, зажравшейся верхушки, которая достойна того, чтобы ее били виноват и так далее, но и против, значит, в конце концов, самой идеи советской власти и социализма. Поэтому здесь... Ну, и если все-таки еще раз возвращаться к примерам, да, значит... Час к выводу. Час к выводу. К выводу нам к сегодняшнему надо. Примеры мы пока из прошлого можем... Я к чему? Что, помните, Владимир Ильич писал, что, значит, авторитет нашей партии держится на, значит, тончайшем слое, который действительно марксисты, которые разбираются, которые знают и которые ведут, так сказать, к этому делу. Значит, Сталин, безусловно, был марксистом и продолжал, значит, политику эту, продолжал, в том числе опираясь на какой-то тонкий слой и на большую энергию, которую сумела набрать, так сказать, машина социалистическая, двинулась и прочее, прочее вперед. А дальше это качество терялось, в том числе мы и в теории, и с группой Хрущева, и отношение к коммунизму, как к здравому слыслу, а не как к науке, со всеми этими выводами, значит, и в теории, и в экономике, и прочее, прочее. И вот один раз в споре с Жириновским, когда я в депутатских, значит, кругах там был, еще чего-то, и Жириновским, ну, будучи приперт определенными фактами, что при советской власти, так сказать, развитие шло по восходящей, по-настоящей, прочее, прочее, значит, вернулся к такой мысли. Ну, ладно, я согласен, вот я, говорит, согласен, но это ведь возможно, когда есть такие, как Ленин, Сталин, так сказать, и там, а где мы таких столько найдем? Где? Где мы наберем Ленина, Сталина, там, Тюнкинах или прочее? Люди, они в своей основе порочные, они замешаны на материальных интересах, ставить надо на пороки, а не на высокие чувства и на развитие. Поэтому капитализм, материальный интерес, всегда так было, всегда так будет, вот почти как Юрий Александрович, так сказать, пошел вперед. Значит, к выводам я хотел бы вот к чему. Мы говорим о сегодняшнем положении, о том, что у нас переходный период, и мы, к сожалению, движемся в обратную сторону. Значит, исходя из того вот главного посылка, как я понимаю, что главная ошибка была в том, что все-таки не смогли организовать реализацию диктатуры, провели это так, чтобы она была устойчивой, понятной и полезной всему классу, за них и всему обществу, то к этой мысли надо возвращаться сегодня. И возвращаться к тому, в какой форме можно, нужно и возможно организовать класс на борьбу сейчас. Опять же, с тем, чтобы ему было полезно это, чтобы он пользу чувствовал. Потому что если бы не будет пользы, никакие теории еще не завлекут иногда. Кроме пользы это должно быть понятно, так сказать, интересно, и туда, конечно, уже можно тогда вносить знания и вместе двигаться вперед. Ну и в самое заключение я уже приводил такой пример. На одном из памятников Марксу и Эллису в Германии, рабочие, так сказать, написали. Ничего, в следующий раз получится лучшим. Поэтому я думаю, что мы не должны терять историческую активность. Спасибо. Я, с вашего позволения, тоже выступлю, на этом мы завершим. Не потому что этот вопрос мы исчерпаем. Я думаю, уже из тех выступлений, которые были, видно, что это настолько сложная проблема и настолько, так сказать, она для нас в интересном смысле новая. Новая в том смысле, что в таком ключе, так сказать, она не обсуждалась, что не надо думать, что мы вот сегодня поговорим, и станет нам все ясно. Я думаю, что вот товарищи выставили целый ряд положений. Я тоже выставил некоторые положения, которые, так сказать, надо бы учесть. И я думаю, мы это оставляем до обдумывания, до, так сказать, нового такого семинара, в котором, я думаю, надо включить в программу следующего полугодия обязательно. И это еще дальше пообсуждать. Ну вот я хотел бы отметить некоторые моменты. Во-первых, вот выступление товарища из РКРП очень ценное в том плане, что, конечно, надо взять не только классы, а надо взять, ну, как устроены при социализме интересы простого рабочего, любого рабочего или интеллигента, служащего, подвозника. Значит, в чем он заинтересован? И в чем его коренной интерес? Он заинтересован в росте общественного богатства. Раз социализм, коммунизм, чем богаче общество, тем ему лучше. Раз. Это вы не мешаете головой, это вы ошибаетесь, это ваша грубейшая ошибка. Конечно, он заинтересован, потому что есть общественные фонды потребления. А фонд распределения вырастает по мере роста богатства общества, а не от того, что вы больше или меньше получите. То есть главный интерес рабочего при социализме, при коммунизме, это коммунизм, первая фаза. Если люди не поняли, что это коммунизм, первая фаза, они ничего дальше и не поймут. А вот если они поняли, то надо понять, что это только лишь первая фаза. Но есть другой интерес, каждый рабочий при этом заинтересован в том, что пусть там и не вырастает этот вот общий пирог, а если ему удается получить большую долю меньшего пирога, или даже еще быстрее этот пирог растет, чем, так сказать, растет общественный пирог, то он пытается действовать в интересах вот этих вторых, которые противоречат. То есть существует противоположность интересов каждого социалистического работника. И эта противоположность объективная. И если человек выступает с позиции приоритета личных интересов, вот как вы рассказываете, как вы говорите, вечных. Если он с приоритетом личных интересов выступает, позиция его буржуазная, враждебная социализму, антисоциалистическая. А называется это именно потому, что вот это характеризуется характерным для товаропроизводителей. Что характерно для товаропроизводителей? Не то важно, что я делаю, то важно, что за это буду иметь. Если я производитель мелких буржуа, произвожу для обмена, конечно, рабочий не товаропроизводитель. Конечно, интеллигент не товаропроизводитель. Тем более, что он, так сказать, идеи уже дает. Но если он ведет себя именно так, не то важно, что я делаю, как бы идею разрабатывать, сколько я за это получу, и это второе, важнее, чем то, что он делает, вот приоритет личных интересов, и эта позиция мелкобружазная. Мне приходилось, вот это предперестроечное время, на больших лекциях, в том числе в доме предпросвещениях, задавать товарищей, вот как я вот рассказывал, что это мелкобружазная такая позиция, как вы считаете, вот борьба за то, чтобы как можно меньше дать обществу, и как можно больше от него получить, которые наблюдаются со стороны представителей самых разных слоев, и рабочих, и крестьян, и интеллигенции, и представителей государственного аппарата, и партийной верхушки, и эта позиция мелкобружазная, борьба с мелкобружазностью, классовая или бесклассовая? Классовая. Все, вот всегда во всех аудиториях находился человек, а у нас только один нашелся, который говорит, что это борьба классовая. Какая? Борьба рабочего класса с мелкобружазностью при социализме. При социализме есть такое родимое пятно, очень хорошо, что вы это отметили, что другое дело, что его нельзя превращать, так сказать, в целое, а это момент такое, что если вы прекратите борьбу с мелкобружазностью, мелкобружазность превратится в буржуазность. Мгновенно. Мгновенно. Почему? Потому что каждый вот мелкобружазный, это разрушение приоритета общественных интересов. А общественная собственность, то есть коммунизм, на котором базируется коммунистическое общество, состоит в приоритете общественных интересов. Над какими? Над всякими другими. В том числе у каждого человека есть и общественный интерес, и тот интерес, который противоречит общественному, и если он самостоятельно это решает, он не нуждается в предреждении. А все остальные, кто самостоятельно не разрешает это противоречить, а их большинство. Большинство. Поэтому система диктатуры пролетариата, в том числе пролетариата, организованного в Советы, и нашедшего такую форму борьбы с мелкобруженностью, это вот то, без чего, без этого движения не может быть движения вперед. Это первое, что я хотел отметить. Второе, что я хотел отметить, что что произошло, что у нас, так сказать, это вот то, о чем я говорил, касается не периода переходного, и это касается коммунизма в первой фазе. То есть при коммунизме в первой фазе, при социализме, про который Крущев говорил, что он победил окончательно, а это глупость несусветная, потому что если идет борьба противоположной тентенции... А не Сталин это говорил? Нет, это не Сталин говорил. Третья программа включена. А? Третья программа. Третья программа, партия. Это прикручивают. Что окончательно. То есть вот все, окончательно, ничего не надо делать. Идите спать, товарищи. Никаких диктатур пролетариата, ничего не надо. Ни классовой борьбы нет, ничего. Это при социализме. Поэтому, что нужно, чтобы из наличного бытия коммунизма перейти в переходный период? Надо вот это вот, чтобы это, вот эти скрепы, то есть вот диктатуру пролетариата, которую Ленин называл состоянием придавленной войны. Война это все время. Кровавая, беспровная, насильственная и мирная, физиологическая и администраторская, военная и хозяйственная против сил и традиций старого общества. Силы и традиции старого общества в первой базе коммунизма сильны. И если вы убираете борьбу с этими силами и традициями буржуазного общества, вы разрядываете эту самую буржуазную стихию, и мгновенно вы получаете, что? Вы получаете уже не наличное бытие, а становление. То есть, движение от коммунизма к капитализму и борьбу в ходе этого движения, потому что, так сказать, коммунистическое начало тоже не пропадает же. Они не пропадают. Тем более, они, так сказать, уже оформлены как общественное собственность. Но я хотел бы сказать сразу, что вот тут я не могу согласиться вот с тем, что сказал Убикар Рогадич насчет советов. Ну, конечно, я полностью согласен вот с коренной положением о том, что если мы советы так вот не организуем, как такую форму, которая позволяет каждому рабочему правильно разрешать свои интересы в общих государственных интересах, в интересах рабочего класса. Но вот насчет того, что у нас несознательно люди действовали, ну как вообще оцениваем мы кампанию с 1953 по 1956 год в этот период? Этот период, когда сорганизовалась наверху партии группа антисталинская. А что значит антисталинская? Сталин – человек, который 30 лет был генеральным дегитарем. И поставить вопрос так, что надо освободиться от наследия сталинизма. А поскольку это наследие сталинизма, это все, что было. Что у Сталина было, кроме того, что он строился советом? Он был докладчиком по вопросу, оборуженного восстания в шестом съезде. Он ходил в революционный центр, в руководство восстания, в партийный центр. Он был на фронтах гражданской войны. Он был генеральным дегитарем. Он был, так сказать, раб Крым возглавлял. Он возглавлял рабочую крестьянскую инспекцию. Он был генеральным дегитарем 30 лет. То есть люди, которые начали готовиться к тому, чтобы преодолеть культ личности Сталина, как так это было оформлено, это люди, которые были враждебны социализму. Потому что отделить Сталина от социализма, иначе как только враги могут, потому что никак Сталина от социализма вы не отделите. Потому что социализм, он же в людях. Вот как нельзя от рабочего класса отделить социализм? Опять Сталина. Социализм, ошибки, можно мы их называем и знаем, ошибки Сталина. Но это ошибки, которые как-то Троцкий сказал Сталину, так вызывающим. Партия не ошибается. А Сталин сказал, это вот комплимент с известной долей издевки. Партия ошибается. И народ даже ошибается. И в революцию, как подчеркил Ленгерс, ошибается еще больше, чем в мирное время. Поэтому такого не бывает. Но вот этот период до 20-го съезда надо рассмотреть. Обратите внимание, что на 20-м съезде не так было дело, что, дескать, в конце Хрущев зачитал и все. Ничего подобного. Это был вопрос поставленного преодоления впоследствии какой-то личности. Поэтому вопросу было принято постановление. Принято оно было единогласно. Оно опубликовано в синаграмме 20-го съезда. У нас только не было самого доклада. Доклад был отправлен за границу. И там опубликован только у нас. Он не был опубликован. И впервые был опубликован только из Вести ЦК КПСС. У меня дома есть этот журнал. И только тогда я мог его прочитать. Даже если кто-то хотел защитить Сталина, у него не было в руках ничего. Опубликованного. А у врагов все это было. Как этому надо понимать? Но самое важное. А после этого пункта, стоял еще пункт о директивах на 11-ю пятилетку. А после еще о новой программе партии, разработке новой программы партии. Так что это было уже в порядке вещей. И решение было принято не единогласно. Скажите, пожалуйста, как, если считать даже, что вот так вот Сталина уважали, к нему обращались, к окружению народа, к волководцу, к генерал-листам. Как после этого собралось большинство на съезде партии в 20-м, которая приняла такое решение, и заслуживает кривитический, кривитический, антисоциалистический, антикоммунистический доклад. Как после этого можно говорить, что это ошибки? Это не ошибки. Это не ошибки. И это означает, что вверх взяла партия, верхушка была, антикоммунистической, антисоциалистической, враждебный социализм. И естественно она, она и в Чехословакии также была, со словами социалистическое товарное производство, социалистическая конкуренция, только социалистическая проституция не говорит. А вот все вот так, какая операция на предприятиях, хотя там были члены корпоратива и наемные работники. То есть впрямую уже капиталистическое производство развивалось, и все это разговаривалось, все эти разговоры велись, что мы улучшаем социализм, если бы социализм с человеческим лицом и так далее. Не надо ловиться на этому кину. То есть враждебные социализму силы сборовались и были готовы к тому, чтобы совершить антисоциалистический переворот. Этот переворот совершился на 22-м съезде. Там тоже единогласно это было принято. Единогласно выбросить диктатуру для этого. Федор Акача, я не знаю, где это вы нашли, вот такое, что главное у Маркса Энкельса. А вот есть письмо Маркса в Едемейерах, где он однозначно пишет, что то, что я сделал, и я это цитировал, вот на Оленьской конференции зачитывал даже. Это вот, то, что я сделал, сводится к трем пунктам. То, что, значит, вопрос о классах, как раз открыл не я, а классы открыли французские буржуазные историки, английские экономисты показали экономическую анатомию классов. А то, что я сделал, сводится к трем пункту. Первое, что классовая борьба ведет в диктатуре пролетариата, что эта диктатура пролетариата ведет к уничтожению классов, а уничтожение классов, так сказать, означает уничтожение коммунизма. И оно невозможно без диктатуры пролетариата. Какого коммунизма? Уничтожение классов и уничтожение коммунизма. Уничтожение коммунизма. А, вот. Да, по уничтожению классов. Вот, и это главное в учении. Главное, и я неоднократно подчеркиваю, главное в учении марксизма – это диктатура пролетариата. Люди, которые выбросили главный из марксизма, ну, если это люди темные, там, темные крестьяне, какие-то интеллигенты, которые, как говорится, не знаю, чем где занимались только, даже я не боюсь, что про учителя нельзя такое сказать. Это люди совершенно безграмотные. Или обманщики, жулики, проходимцы. Таким вот обманщикам, жуликам, проходимцам и представителям, так сказать, раскистской линии в партии оказался Хрущев. И я думаю, что уж если после этого, начиная с расстрела рабочих, то говорить после этого, после расстрела рабочих, которые чего требовали-то? Требовали не повышать цены и не снижать расценки. То, что сейчас по всему миру требуют. По всему миру. И нигде их не расстреливают. В буржуазном мире нигде не расстреливают. Расстреляли только в Советском Союзе. И кто это мог сделать? Только враги социализму. И потом мы определяем, враги социализма, не потому, что у них там какие-то арканы в голове, а по действию. И даже в Писании написано, по делам их узнаете и их. Они разрушители социализма в СССР. И сейчас по итогу, уж точно мы можем сказать, что это враги социализма. И изначально действовали как враги социализма. Мы делали то, что должны делать враги социализма, если они враги. А думать о том, что они там думали, или это наши ошибки, или говорите, мы и мое государство. Это ваше государство, это не наше государство. А если вы за это государство, то вы враг социализма. Я так считаю, я так считаю. А вы можете считать, что вы не так считаете. Поэтому вот те люди, которые считают, что вот если государство предало рабочий класс и становится буржуазным, а оно стало буржуазным, потому что тот, кто не понимает, писал Ленин, что должна быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии, тот, либо безнадежный идиот, вы не записываетесь в него, не записываетесь. Либо политический настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и собрание пускать стыдно. Вот это в ваш адрес. Поэтому Ленин, потом Ленин, потому что он сам был идти. Он это уже, я вот выписываю. Выписываю. Перебивайте меня столько раз. Я вас не перебиваю. Как я говорю. Ленин перебиваю. Держи, Александр. На следующем семинаре. На следующем семинаре выступить с яркой, пламенной, легче. У нас нет таких неприкасаемых. И из-под Ленин, ты меня кричишь. Я всегда это приветствую. Значит, я хочу обратить внимание присутствующих на очень трудную проблему. А что произошло с общественной собственностью? Обращаю ваше внимание. У нас не было и не могло быть в первой фазе коммунизма общественной собственности в непосредственной форме. Она выступала как государственная собственность, это главная ее часть, как собственность государства рабочего класса. И как кооперативно-колхозная собственность в деревне. А в целом было две формы одной. Общественной собственности. Если нет одной общественной собственности, а есть просто обмен между городом и деревней, это не общественная собственность и не коммунизм. Коммунизм означает, что собственность одна, общественная, но в форме государственной и кооперативно-колхозной. Как только государство стало государством не диктатуру патриата, а для того, чтобы на съезде было принято такое решение, оно должно до съезда уже быть. Это де-факто. А констатация о выступлении на съезде, это уже всегда, это уже осознанное решение, это уже в силу запасного сознания от бытия, это констатация того, что уже нет диктатуры патриата. Если нет диктатуры патриата, и государство от этого отказывается, какая диктатура устанавливается? Буржуазии. Если мы не хотим быть не йотами, ни мы политически неграмотными. Диктатура буржуазии. Государственная собственность буржуазного государства, и это не общественная собственность, поэтому частная собственность у нас возникла непосредственно после решения выбрасывания диктатуры патриата. Это правящая партия, это не клуб по интересам, это не наше тут с вами обсуждение, которое непосредственно не решает еще государственные вопросы. А если это на съезд, правящая партия съезд, это сразу политическое решение, все шестеренки, какие существуют, все механизмы и все органы начинают работать в соответствии с этим решением. Все, не стало у нас общественной собственности, у нас появилась собственность класса буржуазии. А вот эта вся неуправляющая верхушка, которая держит в руках все нити управления, раз она управляет в интересах теперь, как бы она говорит, общенародных, понимает в интересах этой буржуазии. Вот этот коллективный капиталист, как в любом акционерном обществе, коллективный капиталист. Этот коллективный капиталист в Белоруссии, в отличие от России, он, так сказать, удержался. И поэтому там не разрушилась, так сказать, крупная промышленность, там есть экономика, а капиталист там, конечно, самый настоящий государственный капиталист. Государственный монополистический капиталист. А вот в России эти граждане, которые, в отношении которых мы думаем, что они, может, ошибались или сомневались, они не успокоились, пока не переделили между собой, как вот плохие капиталисты, которые вместо крупного акционерного общества, скажем, те, кто владает Дюпоном, или Фордом, или другими мощными мировыми компаниями, они погнали, поделили, их подначали в конкурентной борьбе убивать. И вот они переделились, передарались между собой, и этот передел закончился к 91-му году. Вот надо твердо констатировать, что к 91-го года закончился переходный период. У нас получился капитализм, причем капитализм со всеми своими, так сказать, сторонами и постасами. И никакого переходного периода уже нет. О каком переходном периоде мы говорим? 30 лет был переходный период. Это очень много. Потому что переходный период от капитализма к коммунизму был 18 лет. И когда говорят, вот, социализм развалился, это тоже прием в Урвазии против рабочих. Советский Союз не развалился, его разваливали 30 лет. И через 30 лет удалось его уничтожить. Если мы говорим, что в Советском Союзе уничтожали, то есть субъект, который его уничтожал. И внутренний, и внешний. А если мы говорим, что он развалился, тогда это вообще не надо создавать такой строй, который сам потом разваливается на черта, тем более снова восстанавливается тренд, а потом он опять развалится. Нам не нужен такой строй, который саморазваливающим является. Знаете, как это? Складывали, складывали, складывали домик, а домик как и рассыпался. При первом же ударе. Значит, вот поэтому он, понятно, что демцементирующей силой является диктатура пролетариата. Это не государственный орган только. Диктатура пролетариата означает, как писал Ленин, что только определенный класс в состоянии руководить всей массой трудящей эксплуатации, на всем пути до полного уничтожения, до полного уничтожения классов, когда уже неравенство между городом и деревней людям уничтожения физического труда не будет. И он это может делать только в форме советской власти. А вот если то, что советская власть у нас ушла в середине 30-х годов, можно считать ошибкой, то вот дальнейшие шаги, когда можно было восстановить, скажем, эту советскую власть, дальнейшие шаги, которые начались после смерти Сталина, уже ошибками считать нельзя. И это несознательное, а подсознательное говорят, когда это что-то хорошее. Это умышленное уничтожение социализма. И позиции сегодняшнего дня, когда мы знаем, к чему мы решили, и кто это делал, и чем они занимались. И мы знаем, скажем, есть книга Болдина о том, который руководитель аппарата был у Горбачева, можно посчитать, чем он занимался. И, так сказать, чем дышал, о чем думал. А думал о личном обогащении, и, так сказать, о уничтожении всего того, чтобы этому препятствовал, личному обогащению ему, его приближенному и так далее. То есть, в этих условиях, вот мы должны сказать, чем характеризовался этот переходный период. Этот переходный период характеризовался укреплением и становлением диктатуры буржуазии, которая укреплялась, и она, наконец, становление закончила. Мы имеем буржуазный строй, в котором имеется в демократической буржуазной форме диктатура буржуазии. И отсюда, из этого, из этого, этого нигде нету. Это вот действительно, это появилось только одно. Куба является вторым примером, которая пошла назад, но еще не дошла. А, скажем, Корея вот не идет, поэтому будет. Но там нет советов. И если опасность придет, такой вот корейский хрущев, и там пройдет такой же процесс. Вот, я думаю, над чем нам тоже надо подумать. Вы имеете в виду, что мы к этой теме обязательно вернемся. Спасибо, товарищи. Да, в чем будем думать? Объявление. Объявление. Я вас приглашаю, призываю, вот здесь Степан Сергеевич принес объявление о том, что 1 мая состоится демонстрация построения колонны с 10.00 Новолюбинский проспект, дом 27, дом 25. Это около... Рядом не указываю. Рядом не указываю. Начало движения в 11.30 по Невскому, на Исаевскую площадь, затем в 12.30 митинг по дому номер 4. Значит, все приглашаются на митинг, просим активно участвовать, помогать и содействовать. Еще какие есть объявления? По занятиям. 12 мая у нас перенесенная лекция Яков Кирилл Борович. 24. Там выходные были всякие, пьянки. Год назад не знали, какие были переносы, поэтому... Значит, 12 мая диалектическая критерия деления исторического прогресса на общественной информации лекции. 19 у нас последняя. 12-го будет? Да, 12-го. Значит, 2-го мая исполняется, какая-то, вторая годовщина событий в Одессе, где сгорели люди и так далее. Значит, товарищи из музея Новороссии, кто их знает, они выступили таким организующим центром, собрали всякую разную общественность и оппозицию, ну, прежде всего, тех, кто был задействован в событиях помощи Донбассу и прочее, и нам видели ряд мероприятий. Мероприятия самые разношерстные, потому что и публика разношерстная, есть там и панихида, и еще что-то такое, и прочее. Значит, есть два мероприятия, вот в которых принимает участие КРП и рекомендуется товарищам при возможности. А именно, значит, в 12 часов у памятника Нахимова на Васильевском острове будет митинг. Значит, митинг всяких разношерстных сил и разрешается приходить со своей символикой и выступающих там дают и прочее-прочее. 12 часов улица Нахимова и памятник Нахимова. А за коперчиком там выступает какая-то патриотическая организация названия, не запомнил. А в 2 часа дня будет пикетирование консульства украинского, так, которое организуют ребята из другой России, организуют заявку, подавали, получили добро. Значит, там предложение собираться без большой символики. Тоже несколько выступлений. Они планируют планируют какую-то, как теперь говорят, мобильную или акцию что-то там выдвинуть, пошуметь. Ну, акция разрешена, поэтому тоже можно приходить. Значит, А где она, это консультант? Вот здесь рядом на Бонщ-Марьевиче, напротив у нее как сама Смольниска, вот так вот, налево туда или где. Вот, спор продолжен, Михаил Васильевич, потому что, следуя вашей теории, что уже было ясно, осознанно, следует, что мы с вами вступали уже в антикоммунистическую партию. Да. Мы с этим не согласны. Неправильно. Именно это, опять же, что ты начинал, а я не вступал уже. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова